В Екатеринбурге врачи борются за жизнь девочки, которую засыпал снегом экскаватор. Водитель вывалил на неё целый ковш. Детей, которые играли рядом со снежной кучей, он не заметил, а взрослые почему-то за ними не присматривали. В итоге у ребёнка, который оказался в ледяной ловушке, на несколько минут останавливалось сердце, сейчас пострадавшее в состоянии комы. С места событий Сергей Цуцкин. На берегу пруда любят гулять дети со всех соседних дворов. Здесь есть большая ледяная горка, а теперь ещё и появилась огромная снежная куча. Именно здесь девочки вырыли снежную пещеру, и одна из них залезла вовнутрь в тот самый момент, когда экскаваторщик с другой стороны высыпал очередную порцию снега. Он работал, он следил только за управлением, мне кажется так. Девочки тихо пробрались прямо к той горе, и водитель даже не заметил этого, что они там оказались. О том, что 10-летнюю Алену засыпало, водителю экскаватора сказала её подруга. И мужчина сам бросился выкапывать ребёнка. Девочку извлекли из-под груды снега через 10 минут. Её сердце к тому моменту уже остановилось. Взрослые делали ей искусственное дыхание, пока не приехала скорая. Она доставила Алену в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Приехавшая скорая в течение 20 минут восстановила сердечную деятельность девочки. И к нам в реанимацию девочка приехала на аппаратном искусственном дыхании, без сознания, но с восстановленным кровообращением. Ольга Нетунаева, мама Алены. Информацию о состоянии своей единственной дочери вынуждена ждать дома. В реанимацию к девочке не пускают. Соседний двор, где случилось несчастье, она всегда считала безопасным. Ведь там охраняемая закрытая территория. Мы считали, что там безопасно закрытый двор, закрытая территория охраны. Конечно, и мы в какой-то степени виноваты, что она гуляла одна. Но с другой стороны, сейчас карантин, все дети гуляют, одни у кого родители работают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Водитель экскаватора Иван Шарипов с утра даёт объяснение в прокуратуре. И, похоже, сам до сих пор не может оправиться от шока. Уверяет, что просто не заметил притаившихся за горой детей. До этого я когда снег присыпал, я ходил, смотрел, никого там не было в данный момент. А когда второй раз подихал, они откуда-то взялись, как с неба свалились. Испугались? А как не испугаться, что мы давали детей? В прокуратуру вызвали и представители и управляющие компании, организовавшие уборку территории. Но они уверены, что все правила безопасности при проведении работ были соблюдены. Объявления были развешаны, и наблюдатели у нас были на придомовой территории. А там уже понятно, что... Тем более детей маленьких нельзя пускать. Будет дана по результатам проверки оценка действиям как родителей и их бездействия в данном случае, так и действиям водителя-экскаваторщика и компании, производившей уборку снега, являвшейся подрядчиком управляющей компании. Состояние 10-летней девочки по-прежнему остается тяжелым. Врачи говорят, что из-за длительной остановки дыхания мог пострадать мозг, и не решаются делать какие-либо прогнозы. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач. Уральское бюро Первого канала. Екатеринбург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова